Во время передвижения по городу основным препятствием для инвалидов-колясочников являются бордюры. Они не позволяют без посторонней помощи въезжать с дороги на тротуар и свободно пересекать перекрестки. На слишком высокие бордюры также жалуются молодые мамы. На них неудобно заезжать с колясками. Где-то достаточно высокие бордюры. То есть к поликлинике подъехать удобно, а вот где-то дальше по дворам гулять, по дороге ходить нельзя, а заехать на бордюр, особенно если ребенок спит, достаточно тяжело. По бордюрам я не замечала. Я замечала только вот где мост, там вот эти вот неудобные. То есть мы сломали как раз там коляску свою, больше без коляски ходим вообще. Для преодоления этих препятствий строятся съезды или понижается высота бордюров. Из городского бюджета Одинцова на эти цели выделено 2 миллиона 400 тысяч рублей. Работы уже ведутся на улице Маршала Жукова. До 15 сентября бордюр будет понижен на улице Северная, Молодежная, Маршала Бирюзова и Любы Новоселовой. Давнишний вопрос именно по понижению бордюров люди просили. И вот в этом году большое количество, большое финансирование было выделено именно в части понижения бордюрного камня. Далее мы ждем, сейчас определяется подрядчик по выполнению аналогичной практически работы, но в части безопасности дорожного движения, это на пешеходных переходах, будут выполнены также понижения бордюрного камня, плюс еще установка тактильной плитки. Кроме того, подвергнется коррекции ливневая канализация на некоторых участках улиц, а также будет проведен ямочный ремонт на дорогах. Он продлится до начала октября. Профильным организациям предстоит выполнить большой объем работ по обеспечению безопасности и удобства передвижения пешеходов. Некоторые изменения Одинцовцы могут заметить уже сейчас. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.